Здравствуйте! С вами программа «Литературный квартал». «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни», сказано в книге «Откровения» святого Иоанна Богослова. Эти заветные слова – маячок в жизни каждого христианина. И с этих святых слов начинается новая книга Екатерины Федорчук «Последнее письмо святого юриста Юрия Новицкого», о котором сегодня мы хотим рассказать. В этом году исполняется 100 лет со дня печальной даты публичного процесса над петербургскими священниками и мирянами. Этот процесс был инспирирован властью в связи с масштабной кампанией по изъятию церковных ценностей. Предполагалось, что верующие люди, священнослужители препятствуют этому процессу, и по этому делу было обвинено 86 человек. Я хотела бы вам рассказать о моей книге, которая посвящена событиям того времени. В 1922 году в России началась кампания по изъятию церковных ценностей для борьбы с массовым голодом в Поволжье и других регионах. Но против этого выступили представители интеллигенции, рабочие и крестьяне. В стране начались волнения. Как выяснится позже, власть использовала изъятие церковных ценностей, чтобы начать мощную антицерковную кампанию. Церковные ценности, то есть многослужебные сосуды, ризы, в которые были облачены иконы, должны были помочь голодающим. На вырученные деньги советское правительство собиралось закупить хлеб и раздать нуждающимся. И люди в черных кожанках пошли по храмам, ворвались в алтари, хватая грязными руками чаши, в которых были тело и кровь Христова. Они бронились грязными словами, плевали на пол или напротив, были безукоризненно вежливыми и, сверкая круглыми профессорскими очками, разворачивали бумаги с круглыми печатями. Финал был один. Идеей создать эту книгу я обязана, во-первых, Дмитрию Лизунову, юристу по образованию, человеку, который давно занимается проблемой отношения юристов и церкви. Святых юристов. Он заинтересовался темой Петроградского процесса или, как по-другому называют это событие, Петроградской Голгофы и обратил внимание на то, что в результате судебного разбирательства к смертной казни были приговорены именно юристы. Он обратился в издательство Никея с просьбой написать книгу, которая будет посвящена этой теме. А издательство Никея уже обратилось ко мне, потому что мы с ними ранее сотрудничали. И моя первая книга, которая была посвящена теме новомучеников, тоже связана с открытым судебным процессом, тоже связана с этим временем. Она называется «Трибунал», и эта книга посвящена тоже открытому процессу над священнослужителями, но который происходил в Саратове в 1918 и 1919 году. Саратов – это мой родной город, поэтому, конечно, для меня эта тема была очень близка и значима. Для Екатерины Федорчук тема подвига новомучеников и тех, кто в XX веке претерпели гонения и отдали свою жизнь за Христа, является важной и очень значимой. Поэтому к беззаконному процессу 1922 года, названному «Дело церковников» или «Петроградская Голгофа» у автора есть свое четкое мнение. Если говорить о значении этого понятия, петроградская Голгофа, о смысле того, что произошло, то тут можно говорить о внешнем и внутреннем содержании вот этого понятия. Внешне петроградская Голгофа – это открытый судебный процесс. Открытый судебный процесс, когда на скамье подсудимых оказалось 86 человек. Среди них и правящий архиерей, священники, миряне, юристы, люди, приближенные к церкви, люди, которые, может быть, случайно оказались около храма в тот момент, когда власти проводили свой рейд по изъятию церковных ценностей. И если посмотреть на эту историю более внимательно, то мне кажется, что мы увидим, что в этот момент на скамье подсудимых оказалась, можно сказать, вся Россия в миниатюре. Там были разные люди – бедные, богатые. Там были люди глубоко верующие. И, как выяснилось в процессе суда, оказались люди вообще не имеющие отношения к православной вере. И вот все они, такая маленькая копия российского общества того времени, все они оказались на скамье подсудимых. Все они прошли, каждый по-своему, каждый в свою меру, путем вот этих страданий, которые и называют Петроградской колгофой. Из желания рассказать свету о судьбах удивительных святых родилась повесть Екатерины Федорчук «Последнее письмо святого юриста Юрия Новицкого». Художественная реконструкция трагических событий вокруг суда над невинно осужденными мучниками и исповедниками петроградскими. Прежде всего, мне нужно сказать о том, какую задачу я поставила перед собой, когда работала над этой книгой. Я хотела, я надеюсь, что я добилась того, чего хотела, чтобы книга моя читалась легко людьми, которые интересуются православной верой, верующими людьми, людьми, может быть, не совсем церковными, которые ничего об этом не знают, но которые хотели бы узнать. И поэтому я решала две задачи, чтобы это было написано легко, светло, современным языком для современного человека, с одной стороны. А с другой стороны, я помнила, что мы ничего не знаем фактически о тех событиях. И поэтому я должна была в книге дать и объективную информацию о том, что, где, когда произошло, кто участвовал в этом процессе. То есть передо мной стояла такая функция просветительская. Пронзительную историю новомучеников Екатерина Федорчук бережно восстанавливала по крупицам из архивных документов и писем. В открытом доступе в интернете можно найти три самых важных документа по этому делу. Во-первых, сохранился документ, который является фиксацией процесса, процесса допроса, процесса допроса свидетелей, процесса допроса обвиняемых. Назвать этот документ стенограммой нельзя, потому что там есть лакуны некоторые. Но, тем не менее, этот документ с большой подробностью рассказывает о ходе этого процесса. Из этого документа мы узнаем подлинные слова митрополита Вениамина Казанского, который оказался главным Веняевым. Узнаем о том, какие еще люди, кроме него, оказались на скамье подсудимых. Очень много интересных деталей перед нами раскрывает жизнь Петрограда того времени. И называется он «Дело священному ученика Вениамина Казанского». Второй документ, собственно, еще два документа – это дневниковые записи. Первый дневник – это дневник портерей Николая Чулкова. Он был настоятелем Казанского собора и близким другом, главного героя моей книги. Этот документ, он вел действительно дневник в камере и записывал с большой подробностью, что происходило на суде, что происходило в процессе, на процессе, как их везли на процесс, какая атмосфера была в камере, какая атмосфера была в комнате ожидания. И какие-то мысли свои записывал о политических событиях, о церковной политике, которая сопутствовала вот этому открытому процессу. Это документ очень интересный, который раскрывает перед нами с большой долей достоверности и подробности очень важную страницу церковной истории, истории нашей страны. Конечно, там из этого источника я подчеркнула очень ценные сведения, которые касаются и концептуальной позиции героев моей книги, и той атмосферы, в которой они принуждены были находиться. Рассказывается о напряжении, о страхе, о том, как они пытаются преодолеть этот страх. Действительно очень ценный документ. И, можно сказать, бесценный документ, который раскрывает перед нами душу и психологию человека на краю смерти, это дневник смертника, который был написан протеереем Михаилом Чельцовым. Этот человек тоже оказался на скамье подсудимых. Он был приговорен к смертной казни, он избежал смертной казни. И уже позднее, когда он вышел из тюремного заключения, и уже было известно, что его помилуют, он записал свои впечатления, свои переживания в камере смертников. И это документ огромной эмоциональной силы. Он рассказывает о том, что в ожидании смерти не всегда помогает молитва, что в ожидании смерти любая мелочь может стать каким-то грандиозным событием. Он рассказывает об отчаянии, рассказывает о том, как трудно преодолеть это отчаяние. И знакомясь с этим документом, я старалась погрузиться в атмосферу этого времени и в меру своих возможностей понять, что может испытывать человек, оказавшийся вот в таких запредельных, ужасных условиях. Юрий Петрович в бессилии опустился на бетонный пол, нагретый прямым попаданием утренних солнечных лучей. Впереди его ждал длинный тюремный день, бесконечный, неповоротливый, может быть, последний. Наверное, наши батюшки сейчас молятся, а я только предаюсь праздным сожалениям. С этой мыслью Навицкий попытался взбодриться. Встал лицом на восток, осенил себя крестным знаменем. «Да будет воля твоя!» – прошептал одними губами. Но пустота в сердце не отступила и стала как будто еще насыщеннее, если так можно сказать о пустоте. Как я уже сказала, 8,6 человек оказались на скамье подсудимых. Конечно, у меня не было возможности написать большую эпопею, которая раскрыла бы судьбы всех этих людей. Тут еще нужно сказать о такой детали, что многие из них, большинство из них, были не то что незнакомы перед тем, как начался этот процесс, некоторые просто сотрудничали как коллеги. То есть какой-то такой жизненной истории, которая объединила бы всех этих людей и которая могла бы стать основой интересной книги, ее не было. И поэтому я приняла решение рассказать об этом процессе сквозь призму жизни одного из подсудимых, одного из обреченных, одного из мучеников. В результате процесса 8,6 человек, которые были арестованы, предстали пред судом. 10 человек из них были приговорены к смертной казни, оказались в камере смертников, ожидали смерти. И 4 человека были приговорены и были казнены в ночь с 12 на 13 августа 1922 года. Захватывающая художественная повесть Екатерины Федорчук и исторические описания жизни героев позволяют нам ощутить эмоциональную сопричастность к трагическим событиям, почувствовать величие этих людей и ужас положения, в котором они оказались. Все они причислены к лику святых. И все они в той или иной мере являются героями моей книги. Это священномученик Вениамин Казанский, правящий архиереей. Это архимандрит Сергий Шейн, человек, который имеет за плечами прошлого юриста, прошлого депутата, который, в общем-то, не участвовал активно в тех событиях, но оказался на скамье подсудимых и был казнен за православную веру и, видимо, за то, что как профессионал он мог многое сделать для того, чтобы облегчить участь церкви, людей церкви, которые оказались под сильным давлением власти. Кроме того, был казнен, приговорен к смертной казни юрист Иван Михайлович Ковшаров, и герой моей книги, юрист, приват-доцент Юрий Петрович Новицкий. В своей книге Екатерина Федорчук предприняла смелую попытку показать события того времени глазами одного из участников процесса. На страницах повести перед нами разворачивается картина духовных переживаний героя. Почему же из 86 человек, представших перед судом, взгляд автора остановился именно на судьбе Юрия Новицкого? Меня поразило то, что этот человек один воспитывал свою дочь, что эта девочка осталась сиротой после смерти отца. На судебном процессе этот человек предлагал принять смерть, если необходимо кого-то казнить, принять смерть за других и отпустить тех, кто находится рядом с ним. Например, он очень переживал за своего друга, протерей Николая Чукова, у которого было много детей. Известно, что перед смертью он горько плакал о судьбе своей дочери, которую он оставил совершенно одну. Известно, что у него были непростые семейные отношения. Его супруга оставила семью и отправилась на фронт Первой мировой войны. Больше они не встретились. Известно, что были достаточно сложные отношения с его матерью. То есть видно, что этот человек в своей жизни, простой, личный, повседневный, испытывал очень большое давление, страдал от одиночества и подвергался, наверное, большим скушениям. И мне показалось, что вот этот незаметный подвиг, который, может быть, и не входит в состав жития мученика, он очень нужен, знания о нем очень нужны современному читателю, нам всем. Потому что, дай Бог, что никто из нас не встанет перед вопросом, что выбрать – жизнь или Христа, жизнь или свою веру. А вот перед вопросом, что выбрать – свою веру или свой эгоизм, свою веру или свою обиду, свою веру или свое стремление осуществить некий путь к счастью, может быть, даже который принесет вред и страданиям ближним. Вот перед этими вопросами мы, простые христиане, оказываемся очень часто. И мне показалось, что те коллизии, которые происходили с мучеником Юрием Новицким, близки нам, и его решение этих вопросов, христианское решение, для нас может стать хорошим уроком. Кроме того, сама вот эта жизнь – яркая, насыщенная такими сильными эмоциями, она интересна, она трогательна, и она дает пищу для того, чтобы написать художественные произведения в жанре романа, в жанре повести, в том жанре, который нам привычит, как читателям художественной литературы. В разгар антицерковной кампании Юрий Новицкий настаивал, чтобы деньги, полученные от изъятия церковных ценностей, действительно шли на помощь голодающим, а не на нужды революции. Из-за этого он вместе с множеством других людей и оказался на скамье подсудимых во время Петроградского процесса 1922 года. Его обвиняли в причастности к беспорядкам. По версии следствия, обвиняемые призывали верующих к волнениям и тем самым помогали буржуазии в свержении рабоче-крестьянского правительства. Во время судебного разбирательства Новицкий вел себя спокойно и заявил, что не признает себя виновным. Пытаясь защитить своего друга и многодетного отца, настоятеля Казанского собора протеерея Николая Чукова, Новицкий предложил себя в жертву. «Если кому нужна в этом деле жертва, я готов без ропота встретить смерть. Прошу лишь о том, чтобы этим ограничились и пощадили остальных привлеченных», сказал Новицкий во время процесса. Если говорить о характере Юрия Новицкого, о том, что мы знаем об этом человеке, то можно выделить то, что он был христианином, который проявлял глубокое смирение и творил дела белосердия. Ярким примером таких истинно-христианских поступков можно считать его работу как юриста и как педагога с беспризорными детьми. Эта работа началась еще до того, как произошла революция, и детей, которые остались без надзора родителей, стало очень много. Еще до этого времени, будучи совсем молодым человеком, он заинтересовался и подумал о том, что происходит с детьми заключенных, которые остались без попечения родителей, что происходит с их душами, как можно им помочь, потому что дети ни в чем не виноваты, и они не должны нести доказания за то преступление, за тот проступок, который совершили их родители. Также он задумался о том, что можно сделать для несовершеннолетних преступников, правонарушителей. изолировать от общества, наказать, но этого недостаточно для того, чтобы исправить молодую душу. И он особое внимание уделял именно педагогической, просветительской работе с этими людьми, с этими детьми, подростками, и действительно помогал им вырасти и стать полноценными членами общества. Это очень важная работа. Кроме того, это был человек блестящей эрудиции и глубокого ума. У него была склонность заниматься наукой. Он глубоко и всесторонне изучал философию, интересовался православной верой, догматикой, историей церкви, был активным прихожанином, читал на клиросе. Его жизнь как христианина, как члена общества и как профессионального юриста и ученого была очень цельной. И он свои христианские принципы, свою веру не отделял от своей личной жизни и от своей профессии. Как ученый, он глубоко интересовался историей русского права. И перед самым арестом известно, что была закончена его книга, научная книга, монография, которая была как раз посвящена этому важному вопросу. К сожалению, она не сохранилась, потому что она была изъята вместе с другими вещами, видимо, как некий источник, который может помочь в обвинении и была утрачена. То есть это был действительно человек, который всю свою жизнь посвятил стоянию в правде и это была правда Христова. По воспоминаниям очевидца, перед расстрелом Новицкий плакал. Юриста расстреляли 13 августа 1922 года. Спустя 70 лет его причислили к лику святых новомучеников и исповедников российских. Моя книга посвящена именно жизни Юрия Новицкого. Конечно, в ней есть элемент вымысла, очень небольшой. Я старалась все-таки придерживаться документальной основы, но я писала произведения в жанре художественной литературы, и поэтому в нем будут и внутренние монологи, содержание которых, конечно, я не могу знать. В нем будут подниматься вопросы, которые волнуют читателя, но ответы на которых мы не найдем в хронике. Мне кажется, это очень важно, потому что навык чтения научной литературы, навык чтения хроники, навык чтения документов – это навык все-таки характерный для ученых, для людей, которые имеют для этого специальное образование, подготовку. А знания об этом процессе, об этих людях, об их подвиге нужны нам всем. И, как я вижу, цель художественного творчества и, собственно, цель, которую ставит перед собой писатель, берясь за такие темы, заключается в том, чтобы сделать эту эпоху близкой для человека, чтобы мы все могли эмоционально участвовать в этих событиях и переживать этот опыт как опыт, но частично наш, который частично принадлежит нам. Собственно, в этом и заключается цель художественного творчества. О том, что было написано в последнем письме святого юриста Юрия Новицкого, мы продолжим говорить в нашей следующей передаче. А на сегодня это все. До новой встречи через неделю. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова